всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о разных цветочках так как у меня очень многие цветут и хочется конечно каждого вам показать и немножко расскажу об уходе за каждым цветочком который буду показывать то есть как я за ними ухаживаю посмотрим растения как аденю крассандра диплодейни бугенвили заферантес как вы видите вот здесь вот весь цвет стоит ну и другие стефанотис конечно обязательно фикусы покажу у меня кстати фикус появился гигант мой новый жилец и его тоже покажу и орхидеи покажу свои они тоже у меня цветут и конечно же начнем с гвоздя моего видео это конечно у меня адениум которые привиты разными сортами и наконец-то вот на нем стали распускаться бутоны то есть это вот его сорт и вот уже распускается на нем прививка madame butterfly посмотрите сколько бутонов и вот цветок но конечно вот как-то вот так вот распустился видите боюсь я его туда поворачивать конечно боюсь отломить но у него здесь очень много бутонов конечно же я потом вам покажу когда будет распускаться еще бутончики но я конечно рада красиво конечно не хватает здесь каких-то светлых тонов но это еще в будущем я думаю ну раз мы уже начали я вам покажу остальные ну вот здесь живут мои падением у нас опять похолодало у нас ночью вообще до плюс пяти сегодня днем плюс 11 конечно погода не не радует единственное что радует конечно поднимает настроение вот эти вот прекрасное растение посмотрите вот этот экземпляр мой он вообще хоть не махровые цветки но они такие красивые что просто я не знаю вообще очень красиво и вот просто интересно у меня там летали пчелки я просто знаю что они на этом же адениуме туда-сюда залазили я думаю что возможно опылили потому что цветочки принципе падали неповядшие то есть я думаю может быть там вот я думаю что-то завязалось но мне конечно хотелось бы но это вот друга я сюда поставила на его место здесь солнышко принципе до вечера хорошо здесь тоже видите вот у меня но я вот смотрю здесь тоже бутон такой крупный но он просто интересно как то деформировался он или что не знаю но все равно красиво даже он если деформировался немножко все ну красивый цветок очень то есть шапочное цветение скоро распустится в общем все цветут и меня радует и сама мадам бутерфляй посмотрите она у меня вообще вот вся вся все веточки в таких бутонах мне нравится вот у него еще такие очень крупные цветы и вот мой хвостатик вот такой вот цветочек ветер распускается ну красиво нежно очень смотрится но он полностью еще не распустился а вот сорт вот желтый кстати я уже просто заметила он у меня всегда цветет и не знаю вот я его не переливаю точно могу сказать но у него вот видите хотя его не опрыскиваю и вот почему-то может быть сорт такой аденюму он очень красивый и он кстати знаете имеет аромат аромат ванильки очень приятно пахнет ну вот тоже мой красавец тоже очень давно уже цветет смотрите какое обильное цветение и во-первых есть листочки все отпали я смотрела клеща нету но на всякий случай я конечно же положила туда вот ошейни который для собак и теперь пользуюсь от клещей мне нравится я по плюмерии я вам потом покажу какой чистый листик у нее стал растет прекрасно средство кстати вообще такие красавцы цветущие и вот у меня радость конечно это у меня выращенная дэши из семян смотрите первый цветок ура я прям рада и у него смотрю людей бутончики будут и вот здесь вот еще один бутон ну в общем интересно конечно каким он ну думаю что каким-то розовым распустится может даже что-то ну не знаю обязательно буду вам вас держать в курсе и я сейчас конечно же скажу как я за ними ухаживаю у меня на канале есть видео как я ухаживаю за своими адениумами но вкратце я вам расскажу сегодня то есть у меня принцип такой ухода за адениумами я пересушиваю грунт им полностью между поливами просыхает полностью и потом я смотря по погоде если погода стоит жаркая солнце я их могу править а так в основном я пользуюсь у меня я просто хорошо опрыскиваю им верхний грунт и все чтобы не было переувлажнения чтобы горшочки быстро пересыхали но с поливом у меня получается я поливаю раз в неделю и конечно же я использую удобрения они любят покушать я использую фертика люкс удобрения то есть это получается раз в две недели но между вообще я их пересадила у них еще есть удобрения осмоход в них плюс через раз две недели я подкабливаю фертика но фертику я развожу уже чуть поменьше но удобряю и плюс еще я их удобрила я делала компост я просто поливала все у себя в огороде помидоры и огурцы и все т.д. и т.п. и полила свои все растения причем я заметила что на это удобрение все растения отреагировали очень хорошо число поклонников адениумов растет и я просто для новичков кто например смотрит первый раз мою видео я скажу для чего я обрезаю адениумы и в принципе для чего их нужно обрезать вот у меня например вот этот вот экземпляр вот видите какой длинный это не обрезанный то есть ну такой красоты как бы нет да вот но я просто ждала вот это моя прививка из таиланда я заказывала мне просто интересно было каким цветом она зацветет да хотя у него вот здесь вот пожалуйста бутоны то есть он сейчас зацветет я его конечно же обрежу вот эти экземпляры это мои сеянцы которые я прививала родные ветки родными ветками это для кроны чтобы крона была такая пышная и у меня получилось вот видите как растение выглядит я думаю что выглядит конечно красивее и место прививки я могу сказать что практически все срослось вот вообще ничего не видно у меня просто просили показать как они сейчас выглядят вот я показываю вот рядом тоже привиты своими ветками видите вот у него место среза просто слилось его не видно и вот вот этот экземпляр он просто здесь вот такие длинные нарастил это тоже родными ветками вот место прививки ничего не видно прям все затянуло вот это тоже экземпляр привиты своими ветками видите они очень пушистые то есть и зацветут когда у них будет больше бутонов и крона как бы красиво смотрится я просто хочу посмотреть но пока не вижу но я думаю что они в этом году зацветут у меня но это вот на заднем плане у меня антуриум который я пересаживала по весне новое кашпо ну вот он прекрасно себя чувствует кстати у него везде видите появляются цветы цветы и новые листья то есть он думаю что вообще будет красавчик тоже поливаю антуриум по мере пересыхания грунта наполовину а то и полностью это нормально и бывает устраиваю ему душу он любит но поливать обязательно нужно теплого кашпо холодного не любит и не любит сквозняки но это моя красавица красандра у нее я могу сказать бурное цветение наверное посмотрите она просто вся у нее же цвет еще яркий такой прям в глаза хребет красивое растение очень мне нравится очень и листья они такие глянцевые блестящие она еще и цветет вот такими прекрасными цветами и цветет она у меня наверное уже с весны с ранней наверное там понемножку начинала и сейчас будет до осени цвести ну вот эти нижние я убираю у нее конечно и у нее причем здесь тоже появляется еще и колосков очень много а старые колосочки я стараюсь ее убирать старые колосочки убираю которые где были цветочки поливаю ее тоже вот знаете посмотрю если вот верхний слой вот подсок да я ее поливаю и удобряю так же как и все остальные все растения раз в две недели и также компостом и удобрила ну вот видите результат ну вот мой красавчик клеродендрум угандийский нравится мне эти цветочки просто вообще как бабочки такие прям вот вообще нежный такой и цвет такой цветение тоже обильная вот как вы видите кустик такой уже довольно таки у меня большой он кстати после обрезки очень так распушился нравится конечно ему всем растениям это конечно нравится солнечная сторона но не палящие солнечные лучи и поливаю я его также по мере пересыхания но не полностью а где-то примерно в верхней части потому что он такой любит попить водички то есть когда сильно пересыхает он такой как бы вянет у него сразу эти все падают и удобряю также раз две недели как и все остальные уход в принципе простой ничего особенного главное выбрать ему правильное местоположение но это мой абутилон ванильный но когда зацветает вот полностью он белый такой молочный слегка красиво очень смотрится красивое растение очень обильное цветение посмотрите сколько там цветов много смотрите вот я его не обрезаю я хочу его выращивать ну штамп скорее всего буду формировать просто я его еще чуть повыше сделаем и буду обрезать и уже хочу вот такой вот вырастить это абутилон было желтый у меня он свел прямо обильно очень вот сейчас уже ну все цветает но у него появляются новые свежие бутончики тоже уход очень простой поливать ну и подкармливать и все это мой белый антуриум постоянно они у меня цветут вот тоже сейчас цветок вылазит очень листик много молодых очень красивое и декоративное конечно растение ну и уход я считаю тоже простой также как принципе и за красным а теперь к моему гиганту степаной давно я вам не показывала его у него видите началось цветение такие красивые цветочки восковые ой прям запах такой стоит вообще аромат обалденный но у него там за ним еще бутоны там много и вот здесь тоже появляются здесь ну то есть по новым побегам вот здесь я смотрю он просто закручивает здесь ветки вот на этих побегах вот смотрите ветка видите везде цветоносы у него по этой ветке пошли и по остальные также то есть у него сейчас начинается период цветения представляете какой куст какой аромат в доме будет когда он весь потому что даже некоторые вот эти несколько бутона сколько у него там не просто не полирует к сожалению там есть такие еще аромат стоит особенно вечером в комнате пахнет прям очень приятно по уходу ну я его поливаю конечно обильно потому что у него достаточно большое кашпо и подкармливаю конечно же я его подкармливаю но также для цветущих растений два раза в неделю ой один раз в две недели извиняюсь и также я его и подкормила то еще и компостом ну я смотрю что ему нравится он у меня такой в общем то листья жирные свести начал то есть вообще все хорошо ну вот с этими гигантами совсем забыла про свою малышку такую азалию она у меня цветет конечно обильное цветение такое очень красивое поливаю ее в поддон ну и конечно общение с моими подписчиками я тоже для себя многое как бы информации какой-то набираю советов спасибо большое эльвире Владивостока спасибо ей она подсказала как лучше поливать азалию то есть поливать нужно азалию в поддон если жаркие дни ну я вот заметила у меня получается через день я и водичку добавляю просто каждый день почему-то побаиваюсь чтобы не переувлажнить ее сильно но через день но здесь я вам конечно покажу вот мои фикусы фикусы спатифилу мой кстати смотрите как разросся в этот маленький то который кустик у меня был очень хорошо ему но это вот мой новый житель он конечно я его пытаюсь реаминировать потому что соседи его вообще хотели выкинуть это дерево мне просто знаете жалко стало я его принесла конечно знаете был залитый и как губка вот корневая система земли уже не было ее просто нажимаешь оттуда вода бежит но я ее обработала фитоспорином и не знаю земля конечно не просыхает вот я чуть-чуть добавила сухой и она представляете от той земли тоже от корней то намокла и вот я вижу что все равно листочки вот видите сыпется сипятся листочек у меня ну наверное неделю как и судя по стволу посмотрите какой ствол шикарно да вообще ему лет 30 наверное этому растению вообще как не больше потому что ствол довольно таки мне конечно очень хочется его спасти так что жду от вас комментариев может ли кто-то как-то мне напишет как его все-таки реанимировать как спасти но в этом уголочке у меня стоят у меня акулька с мой здоровый такой здоровичок он цветет у меня там опять на цветы у него вылазит ну горденья у горденья я не знаю как вам видно на камеру очень шикарно что я могу сказать посмотрите и у нее опять уже где-то набирает бутоны то есть вообще не хочу ее обрезать это моя шифлера девочка она мне правда так вот как-то повернулась туда как ну вся ну вот листья молодые у нее наросли хорошие большие я ее тоже компостиком подкормила и я заметила что подкам после компоста через неделю растения меняется папоротник конечно вообще посмотрите мне разросся вообще такой жирный красивое растение тоже но это мои цветущие пугинвилии там у меня конечно еще очень много набирают прицветники цветные но это мои такие большие могут взять экземпляры этого гостя роуз это у меня вера дтп и дабл пинг и там внизу меня зацветает еще сорт розовел сдали но она кстати знаете на просто всегда меняет окрас вот она стояла не на солнце на улице света много и посмотрите у него прям оранжевые то есть оранжевые розовые будут до переходит и потом светлая а если например зимой она у меня цвела у меня такого выраженного раньше бы не было она более светлая от освещение ну роз бой здорового конечно я не могу вообще посмотрите какие шикарные вообще предсветники вот только посмотрите какие они крупные она у меня уже цветет достаточно долго ну конечно обалдеть все кто ко мне приходят они конечно вообще удивляемся можно сказать орхидеи орхидеи конечно у меня зацвели все в унисон первый раз честно говоря вот видите здесь два сорта у меня здесь три сорта и вот у белой вот два цветоноса таких крупных у розовой вот цветонос еще один есть и вот такой вот это сиреневая вернее это вот розовая вот такая вот тоже не тоже здесь видите как два цветоноса раздвоилась раздвоился вернее цветонос я их поливаю раз в неделю раз в неделю с удобрением обязательно и еще я как бы их там чередую с синтарной кислотой то есть таблеточка у меня получается пол таблетки вот на такой горшочек я ее растолку и поливаю не поливаю вернее а отпаиваю то есть я набираю водички теплые туда добавляю либо удобрение либо интарную кислоту и отпаиваю 25 минут по времени и кстати не сказала я совсем о бугенвилле как я за ней ухаживаю бугенвилле любит солнце поливаю ее по мере пересыхания верхнего слоя почвы могу даже дать ей полностью наверно пересохнуть но она мне тогда вянет просто у него все вот эти вот побеги и начинают склонять голову тогда я вижу что я ее совсем уже засушила так как она стоит на солнце она конечно пересыхает быстро потому что в горшочке у нее уже одни корни ну шикарное растение конечно вообще и вот хочу вам показать свою примере посмотрите какие у нее листья это кстати вот эффект от ошейника от ошейника посмотрите какие чистые листья я хотела просто на просвет вам показать видите без единых точек чистые растут а вот это вот обработанные которые препаратом вместе разница какая есть то есть эффект от ошейника есть я могу напомнить потому что не все же видели да я покупала в зоомагазине ошейник для собак нужно для кошек который идет фито на натуральных там на травах он сделанный от клещей от разных там вредно вредителей что насекомых в общем но это моя кислица ее называют я ее кислица называю просто вот такие листочки плохие я выбираю она тоже у меня обильно цвела у него такие цветочки очень приятные такие колокольчики и она вся 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 была усыпана но ей нравится прям чтобы солнышко на нее попадала хоть иногда но это моя красотка диплодения диплодения у меня как видите чувствует себя отлично у нее прям цветов цветов очень много и желтая диплодения конечно цветут они у меня постоянно с весны я имею ввиду уход за ними тоже в принципе простой но главное конечно солнце чтобы было ну такое не палящее вот у меня как раз здесь восток ну чуть наверное юг захватывается да и все а как раз вот это полуденное солнце отсюда уже уходит и просто рассеянный вот этот яркий свет остается им вот вообще нравится очень хорошо я их поливаю также по мере пересыхания верхнего слоя почвы то есть я их не заливаю подкармливаю также их раз две недели также для цветущих растений ну и также их подкормила и компостик а ярусселя посмотрите как она цветет она у меня в теплые дни конечно стоит на улице ей на улице очень нравится прям очень нравится и удобрение тоже и очень нравится так что она любит тоже покушать я ее подкармливаю раз две недели также я ее подкормила компостом и заметила тоже что знаете она такая прям жирная у меня стала и цветение посмотрите обалдеть вообще они все 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 усыпано и еще причем я вижу что появляется еще цветочки на ней красивая очередь и и вот этот конечно он простой цветок да ну такой красивый посмотрите букет такой букет вообще это заферантес просто народе называют твои выскочкой еще но у меня вот их три у меня просто вот здесь прямо обильное цветение и вот еще видите попала белая луковочка сюда белая белая он как-то как подснежник да только вот листочки здесь другие выберем ну красивое растение очень у меня даже маленькая маленькая выскочка и то зацвела вот видите какое обилие цветов красивое очень нежно и вот цветок со смешным названием трахила спермой у него такие ароматные цветы познать запах такой ну прям очень такой нежный приятный я прям не могу вообще вот у меня весь цветет он у меня тоже на улице стоит просто сейчас ветер у меня он даже перевернулся один раз но не сломался потому что у него побеги такие это у меня трахила спермом азиатский ну конечно же это часть моих растений просто все невозможно показать в одном видео потому что я не знаю сколько по времени будет просто мне там будут какие-то распускаться растения у меня просто там на подходе гибели стоят новая сорта они у меня прям все набирают цвет я вижу и вот что я делаю для гибели чтобы они были компактно вот такие лесенки так как этих лесенок я не могу нигде купить их просто они исчезли у нас изнаночные я просто набрала вот таких вот палочек бамбуков и вот сижу сама делаю эти решеточки лесенки шпагатом просто перевязываю кстати хорошо очень смотрится вот это у меня бугенвилия видите она просто так же будет расти я буду формировать чтобы она прям кустом таким здесь было очень будет красиво смотреться увидимся в следующем видео